Повесть Бориса Васильева в списках не значился, была опубликована в 1974 году. Поводом для ее написания послужил один случай. Как-то раз Борису Львовичу случилось мимоходом остановиться на Брестском вокзале. Там он увидел женщину, которая стояла у таблички «Солдат Николай». Она возлагала цветы. Борис Львович спросил ее, что это за солдат. Она ответила, что в списках не значился. И писатель решил посвятить свою повесть солдату Николаю и назовет ее «В списках не значился». Произведение «В списках не значился» написано в жадной повести. Она одна разделена на пять частей. У частей нет названия, нет глав. Каждая часть посвящена определенному эпизоду военной службы и жизни лейтенанта Николая Полженкова. В основу повести легла невымышленная история об обороне Брестской крепости. Именно она первая приняла на себя фашистский удар 22 июня 1941 года. Данное произведение описывает события с самого начала Великой Отечественной войны. Первые затяжные бои, битва при обороне Брестской крепости, которая не пала под натиском захватчиков. А также это произведение описывает понятия любовь, долг, предательство и преданность. Ведь это все, из чего состоит жизненный цикл обычного человека. А во время военных действий эти черты каждого человека просматриваются еще куда сильнее. В ночь он передремал на холодном полу плохого отсека. Мерз, ходил, снова садился и снова дремал, пока озноб не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие, одежду. Он надеялся что-нибудь найти и едва растело, поднялся и пошел по незнакомому валу. Теперь он подбирал все то, на что прежде не обращал внимания. Он подбирал патроны, какие попадались все наши и немецкие, тщательно протерял, прятал разные карманы. Одна находка обрадовала его, как когда-то сухари. Впрочем, сухари обрадовали бы его, сейчас не меньше. Он разыскал крутую самозарядку СВТ с полным магазином, разобрал ее, смазал, собрал снова и пощелкал затвором. Боек пил, как у него был, только он не был убежден, сработает ли полуавтоматика. Он возился с винтовкой в незнакомом подвале. Узкий пролом проникал в свет хмурого зимнего дня. А когда доживал последнюю пролочку сухаря, услышал голоса. Далекие, чужие и непонятные. Подошел к пролому, выглянул. Невдалеке стояли проломы. Один особо выделялся ростом и сложением. Ему почему-то показалось, что он знает этого ростого парня в серо-зеленом душу. Нет, он понимал, что он не знает его и не может знать. Просто он вдруг ощутил давящую тяжесть на плечах, ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого на бочке. И винтовка урослого парня была непомерно длинная, с примкнутым четырехранным стуком. Без глядя на его сизый холодный штык, он вновь ощутил рану на боку и позаныло надломленное ребро. Так вот почему на штыке не оказалось кровью. Он нанес ему колотую рану, а та капелька, что повисла на его острие, питалась в бусла. А все вчерашнее счастье заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немецким кинжальным, а своим родным, четырехгранным, и свой штык не удержал его кровью. Не выдал, не донес они немцам. Штык ни о чем не был, ни в чем не был виноват перед ним. Виноваты были руки, что повернули этот штык против него.